Музыка Так Это случилось Я знала, что когда-нибудь Сашка сойдет с ума Так, не мешай мне, последний разок, еще разок Так Что происходит, ты ноги что-ли себе качаешь, чтобы через лужи прыгать потом? Нет, нет, Катя, я готовлюсь к прыжку с парашютом Сейчас, да, пойду еще на инструктаж Он займет где-то 3 часа по времени Потом нужно будет примерить амуницию Конечно, не забуду про обед, это святое И, собственно, вперед, в путь Самое главное, это приземление, конечно Сашенька, вот у тебя и план, конечно Доброе утро, губерния, в студии начинающий парашютист Сашка Андреевич Не любитель экстрима Катьперка Ну, это точно, я лучше на земле постою, кофеечек попью, тебе ручкой помашу вдаль и нормально А мы пока узнаем, куда бы отправиться полетать В Австралию В Байкал В Австралию Вдоль рек, наверное, там летать, чтобы посмотреть на природу родного края Отправилась бы в горы В горы Потому что одно дело здесь в равнине, а другое дело то, что неизвестно Я Самару люблю Не очень я такой любитель транспорта Куда-то ездить, летать И вообще, вот я тут есть, вот тут можно еще полетать В Мальдивы Очень хочу быть в Америке побывать С древних времен небо манило к себе людей Ну, согласись, Саша, это же так восхитительно, мне кажется Увидеть своими глазами землю с птичьего полета Ощутить вот это вот свободное ощущение парения в воздухе Абсолютно согласен Но вот я еще ни разу не прыгал с парашютом Хотя в губернии у нас есть абсолютно все условия Парашютный спорт очень популярен в наших краях Аэроклубы есть и в Самаре, и в Тольятти, и в Сызрани Больше всего прыгают у нас в Бобровке, конечно А даже заявки на прыжки подавать не нужно И не обязательно просто приезжайте на аэродром в субботу или в воскресенье Главное, конечно, чтобы погода хорошая была Сейчас узнаем всю информацию у синоптиков И прыжок совершим Малооблачная погода без осадков ожидается в Самарской области в пятницу 26 июля Днем воздух прогреется до плюс 27-32 градусов Ночью 13-18 Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду На севере и западе в дневное время плюс 26, плюс 27 На востоке и юге воздух прогреется до плюс 37 В Самаре ожидается переменная облачность 25 градусов тепла днем и 16 градусов ночью Атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 30-40 процентов 230 лет назад Себастьян Ленорман продемонстрировал первый в мире парашют С жестким конусообразным куполом диаметром почти в один метр На самом деле он больше был похож на огромный зонтик Но тем не менее Себастьяну удалось прыгнуть сначала с крыши одноэтажного дома А потом с башни обсерватории в Монпелье Первый чертеж парашюта сделал великий и могучий Леонардо да Винчи еще в 15 веке Если у человека есть шатер из накрахмального полотна Каждая сторона которого имеет 12 локтей в ширину и столько же в высоту Он может броситься с любой большой высоты Не подвергая себя при этом никакой опасности, писал да Винчи Вот только опробовали эту задумку только в начале 20 века Британец Андриан Николас успешно совершил прыжок с изготовленным по этому макету парашютов Ну вот такой рисковый парень Средняя скорость свободного падения человека, выскочившего из самолета с парашютом 50 метров в секунду или 180 километров в час Несмотря на все это парашютный спорт считается самым безопасным из всех видов экстрима В России первый прыжок с парашютом из аэростата совершил штабс-капитан Соколов 17 мая 1917 года На следующий же день тот же подвиг совершил ничего не знающий о своем предшественнике подпоручик Анощенко Какова же была досада подпоручика, когда он узнал, что его обошли, ну или облетели Он даже подумал вызвать штабс-капитана на дуэль Но тут началась революция и обоим встало не до парашютов, не до дуэлей Оружие в сторону, выходим на зарядку, друзья Доброе утро! Сегодня мы вам покажем несколько упражнений, которые выполняются на неустойчивой платформе Которые помогут укрепить не только крупные поверхностные мышцы, но и глубокие мышцы туловища Приступим! Поднимаемся на кор и переступаем стаги на ногу На правую, на левую Выполняем мягкие раскачивающие движения Ноги поочередно давят на кор Немножко разогрелись, достаточно Оставляем на коре только одну ногу, вторая спускается вниз на пол, прямая Выполняем выпад двумя пружинками вниз И затем мы, поднимаясь наверх, разгибаем вторую ногу и возвращаем Хорошо! Выполним это же упражнение с другой ноги Выпад вниз двумя пружинками И подъем наверх, разгибая опорную ногу вперед Раз, два, разгибание Последний повтор И переходим к следующему упражнению Встаем параллельно кору И выполняем с разных ног Шаг наверх, выпад вниз, подъем, возврат И другая нога Шаг, выпад, подъем, возврат И повторим еще по разу с каждой ноги Последний Хорошо! Следующее упражнение вращение кора в планке Обхватываем его ладошками, подтягиваем живот Макушкой вытягиваемся вперед И начинаем вращать верхнюю часть кора в разные стороны Корпус остается неподвижен Еще четыре, три, два и последний Следующее упражнение на мышцы пресса Садимся на кор Вес тела смещен у нас на один край кора Мы упираемся в него ягодицами Отклоняемся назад Теперь на кор давят лопатки На выдохе мы выполняем подъем Вес тела смещаем вперед Возвращаемся до лопаток Выдох вверх Вдох вниз И еще один раз Мы возвращаемся в исходное положение Давим лопатками на кор Поднимаем наверх ноги И удерживая баланс, вытягиваем ноги вперед Вес тела смещается За счет пресса мы сопротивляемся И не даем себе упасть На выдохе ноги возвращаются вверх Еще один повтор Достаточно Желаем вам доброго утра Хорошего дня И хорошего настроения Всем привет С вами Максим Полагнюк Который любит гулять под дождем Но при этом ненавидит плохую погоду Да, вот такой вот человек парадокс И поэтому, когда таковая случается Я нарочно оставляю зон дома Кстати, думаю, самое время узнать Когда и как он появился Немногие, думаю, знают, что изначально Зон служил укрытием Исключительно от солнца Название произошло от голландского слова Зоннадек Что означает Покрышка от солнца Ученые предполагают Что родина зонта Является Китай или Египет И был он тогда не у всех А лишь у императоров Чуть позже До удобной вещи добралась знать И лишь спустя почти две тысячи лет Зонт стал достоянием всех желающих Тогда же, весной 1715 года Впервые был изобретен складной зонт И произошло это, конечно же, в Париже Ну, а в России модно зонты Появилось только в 18 веке И от дождя, кстати говоря Впервые укрылись Только в 1750 году в Англии Сделал это Джонас Хенвей Чем удивил многих прохожих На этом все Удивляете и вы прохожих своими зонтами Потому что благо Креативных и модных зонтиков Сегодня столько же Сколько и ненастных дней в году На календаре 26 июля 125 лет назад 26 июля 1894 года В связи с предстоящим освящением Нового кафедрального собора в Самаре Состоялось чрезвычайное заседание Самарской городской думы Тогда гласные постановили Издать специальную брошюру Посвященную истории строительства Главной церкви города И одну из них вместе с фотографиями Отправить лично государю-императору Кроме того, в день освящения Нового кафедрального собора Было решено устроить торжественный обед Пригласив на него людей Много потрудившихся при сооружении храма Ежегодно 26 июля Свой профессиональный праздник Отмечают российские парашютисты Выбор на эту дату Пал не случайно 26 июля 1930 года Группа советских летчиков-парашютистов Впервые совершила серию прыжков в самолет Произошло это важное событие Под Воронежем 26 июля в разные годы появились на свет Советский писатель, прозаик, драматург Анатолий Яновский Английский рок-музыкант Барабанщик группы Queen Роджер Тейлор Американская актриса Сандра Буллок И другие знаменитости В народном календаре сегодня день Архангела Гавриила В этот день наши предки обращали особое внимание на приметы В частности, сухая погода обещала такую же осень Если же начинались сильные дожди Нужно было опасаться гибели урожая Поэтому крестьяне обращались к небу Не иди, дожди, где косит, а иди, где просит Не иди, где жнут, а иди, где ждут Этими другими интересными событиями и фактами Вошло в историю 26 июля Всего вам самого наилучшего Важная новость, друзья Осталось совсем немного до 1 августа Чтобы успеть подать заявку на конкурс Компании «Достояние губернии-2019» За два года целых 22 компании удостоились почетного статуса «Достояние губернии» В этом году уже более 100 организаций решили побороться за право стать визитной карточкой области Важная ремарка – участие в конкурсе абсолютно бесплатное Подробности об условиях участия читайте на нашем сайте губернии.тв.ру Организаторы конкурса ТРК «Губерния» Общественная палата Самарской области При поддержке правительства региона Партнеры проекта «Тольятти Азот» и «Ситибанк» Многие советуют прыгать первый раз парашютом Зимой все-таки снежная покрывалка Поможет приземлиться помягче А тем, кто пока не созрел до такого экстрима Советуем потренироваться в аэротрубе Она вырабатывает мощный воздушный поток И с ее помощью человек поднимается вверх А свободно парит в воздухе Мне вот очень понравилось, кстати, в аэротрубе Особенно смешно рот приоткрываешь И щуки начинают раздуваться Парашют используют и в других экстремальных видах спорта В наших краях популярен кайтсерфинг Это катание на водной поверхности На специальной доске Можно уже увидеть над Волгой много разноцветных парашютов Зимой эти спортсмены занимаются сноукайтингом Они против поучаствовать в марафоне «Жигулевское море» Также можно отправиться в сноупарк села Усолье Здесь регулярно проходят чемпионаты по сноукайтингу Зимой, конечно, холодно Но всегда согреет сюжет Маши Акимовой До начала 20-го столетия улица Льва Толстого была москотельной Раньше так называли товары бытовой химии Она находилась на окраине города И поэтому именно здесь торговали клеем, красками и техническими маслами Запах стоял такой, что кружилась голова А сегодня о химическом прошлом улице ничто не напоминает Первый гудок паровоза в Самаре услышали в 70-е годы позапрошлого столетия Тогда же губернская столица обзавелась собственным вокзалом Он располагался в самом конце москотельной Сюда 1 июля 1904 года в 11 часов 15 минут подошел царский поезд Молодой император Николай Романов вместе со своим братом, великим князем Михаилом Александровичем Приветствовал войска на привокзальной площади Затем они прогротцевали верхом по москотельной к Воскресенскому собору Тот вокзал просуществовал около 120 лет А в 1996 году приступили к строительству нового комплекса Это один из первых в городе объектов в стиле хай-тек Придумал проект архитектор Юрий Храмов В углу улиц Москотельной и Сокольничей Сейчас Льва, Толстого и Ленинской В декабре 1903 года был торжественно открыт Пушкинский народный дом А вот первый кирпич заложили в 1899 году в день рождения поэта Автор проекта известный архитектор Филарет Засухин Деньги на постройку собирали всем миром Часть направили из городской казны, не жалели средств и меценаты Делали пожертвования простые жители Позже здесь разместилась штаб-квартира большевиков Которые готовились к вооруженному восстанию Вот только скрыть это им не удалось Губернатор ввел в город войска Здание было окружено, начались переговоры Во избежание кровопролития революционеры сдались А эти дома номер 34, 36 и 38 были восстановлены волонтерами Том Суэрфеста Его цель привлечь внимание жителей к деревянной архитектуре Показать, что ветшающее здание это не обуза, а гордость и ценность города Именно с этих трех объектов в 2015 году началась длинная история движения К которому присоединились добровольцы по всей стране Участники Том Суэрфеста пилят, убирают старую краску и наносят новую Восстанавливают кирпичную кладку и даже превращают фасады в арт-объекты Напротив домов с резными наличниками возвышается легендарная Самарская филармония Совсем недавно ее украсила мемориальная доска скрипачу-виртуозу Дмитрию Когану Храм музыки он возглавлял с 2011 по 2013 годы На следе Когана многочисленные фестивали и проекты его детище Оркестр Волга-филармоник Скрипача не стало в 2017 году А в годовщину его смерти на фасаде филармонии появился этот горельеф Над ним более полугода трудился самарский скульптор Карен Саркисов Он стремился отобразить масштаб творческой личности исполнителя У Когана в руках неизменные скрипка и смычок Маэстро полностью погружен в мир музыки С ней он был неразлучен После смерти Льва Николаевича Толстого Эта улица получила имя великого писателя По просьбам самарской общественности К тому моменту эта часть города уже не была окраиной Жизнь здесь кипела, впрочем, как и сейчас К слову, это одна из первых улиц в России Названных в честь автора Анны Карениной Войны и мира и воскресенье Как раз на улице Льва Толстого На пересечении с Садовой в 1947 году Был установлен первый в Куйбышеве светофор В то время тут уже ходил троллейбус На этом все, увидимся через неделю Продолжаем нашу программу У нас в гостях Маргарита Жилнова Парашютист, новичок Доброе утро Доброе утро Маргарита, как вы осмелились на первый прыжок? Ну я вообще всю жизнь мечтала прыгнуть с парашютом Была моя мечта И на день рождения подружки мне подарили этот прыжок Так бы я, наверное, никогда в жизни не осмелилась его купить Ну и уже выбора у меня не было И поехала прыгать Подружки-то поехали сами прыгать? Одна подружка поехала меня поддержать Правда, она пожалела Потому что там, оказывается, очень долгая подготовка идет Ну, новички же, там три часа идет обучение Сначала там, как правильно приземляться Как правильно парашют складывать Там вот это вот все Она все это время была рядом Смотрела, как мы там проходим всю эту подготовку Сказала, блин, я бы, наверное, тоже прыгнула бы Пока ждать То есть сами парашют складывали себе? Ну, да, там показывают, как сложить парашют, чтобы его донести на базу потом Потому что мы же прыгаем там в поле, приземляешься А потом они его перескладывают обратно, да Перед следующими людьми Где это происходило? На аэродроме Бобровка Много у вас там таких было? Было очень много Нам сказали, вообще, группа большая Потому что в предыдущие выходные была плохая погода Но самое страшное было, конечно, перед самим прыжком Ну, ожидание, конечно, немножко сгладилось То есть у вас несколько человек в самолете Да, у нас в самолете было, по-моему, 10 человек По две пятерки И мы заходим в самолет Нас там выстроили в ряды И мы сидели Набрали определенную высоту И нам сказали Сначала первая пятерка будет прыгать А у тебя была во второй пятерке самая первая Первые, значит, все попрыгали, улетели Мы сидим Все, у меня сердце вот так вот колотится Я думаю, ё-моё Как все это будет? Вот И все Потом они Вторая пятерка Встаем Я встаю Я думала, сердце вообще выпрыгнет И что будет происходить Вот Ну и все И там временно раздумья не дают Просто подходишь к этому К выходу И тебя так по плечу хлопают И подталкивают Но говорят, что это как раз самый страшный момент Именно вот шагнуть Первый сделать Нет? Уже Там уже, мне кажется Настолько адреналин зашкаливает Что там уже вообще не соображаешь ничего Я просто помню Хлопок по плечу И толчок Все То есть подталкивали все-таки Что с вами происходило во время полета? Дальше я летела Там надо было сосчитать 3 секунды Сгруппироваться Вот так Сосчитать 3 секунды И дальше расправиться И посмотреть, как раскрылся парашют Потому что он же там не сразу раскрывается Проходят эти 3 секунды Я начинаю поднимать голову А у меня стропы вот так вот перекрестились И я не могу голову поднять Не пойму, что происходит Я начинаю их вот так раздвигать И получается я вот так раскрутилась И они раскрылись Вот Ну все Потом несколько секунд полета Ты наслаждаешься красотой видов Все очень красиво Уже не страшно Потому что парашют распустился Такое какое-то расслабление А потом ближе к приземлению Все опасались там Чтобы на провода не приземлиться На деревья Или на дорогу Потому что больно приземляться Вот я летела на дорогу Я все боялась Только не на дорогу Только не на дорогу Все дорогу В итоге приземление прошло Приземление Ну не на дорогу, слава богу И все И там уже приземление Главное сгруппироваться Там правильно упасть И сразу надо встать Чтобы с базы видели Что ты живешь, здоров, да Что у тебя ничего не сломано А там нет такого Что можно направлять немножечко? Ну немножко можно, да Но они говорят Чтобы не в провода Ну да Можно Нам объясняли Как немножко направить Ну Как бы он такой Неуправляемый Особо-то Вот А получается Вы одна прыгали Без инструктора? Да У меня был Самый раскрывающийся парашют То есть Я прыгаю Он у меня там Где-то пристегнут Был за самолет И вот прыжок Три секунды Свободного падения Без парашюта И через три секунды Он раскрывается А как-то вас инструктировали Что ж Если вдруг Он не раскроется Да У нас запасной парашют Вот здесь На животе был И нам показывали Как его там Дергаешь за веревочку И в другую сторону Вот так надо выпускать его Ну сказали Что таких случаев Не было Да Ну или не пугают нас Что посоветуете людям Которые никак не решатся прыгнуть С парашютом Это непередаваемые эмоции Вообще Я бы советовала Попробовать каждому И вообще У меня теперь новая мечта Я хочу прыгнуть С десяти тысяч метров С инструктором А до этого Сколько прыгали? Там 800 метров По-моему Вот Но без инструктора А когда с большой высоты Там только с инструктором Но там свободного падения Намного больше Вот И я советую всем Решаться Особенно кто мечтает И хочет Когда решитесь На следующий прыжок? Не знаю Хотелось бы в этом году На следующий день рождения Когда подушки подарят Буду просить Какой-то еще опыт У вас был экстремальный? Ну я вообще Катаюсь на сноуборде Люблю Там на вейкборде Кататься Всякие там Я не знаю Американские горки Ну любите в экстриме? Все, что связано с экстримом Я в общем-то люблю Паражок с парашютом Это было самое экстремальное Для вас по ощущениям? Или как? Думаю, да Да? Такое вообще Мне потом снилось даже Как я еще прыгала Это было самое страшное Наверное, да Из всего А нельзя было там снимать? Я не знаю Трансляцию вести? Снимала я, да У меня есть видео Ну там запрещали Ну на ваш страх и риск Если ваша камера упадет То вы сами виноваты Вы ее просто не найдете Я ее закрепляла Здесь на грудной части Там несколькими креплениями И весь прыжок И как мы сидели в самолете И как грузились В общем, все заснимало Что происходило вот с группой После приземления? Как все это было? Как вы спастили? Далеко друг от друга вас разбрасывали? Далеко, да Потом все на базе встретились У всех восторг Ура, ура Мы живы У всех самое главное Мы это сделали Наконец-то Не было такого, который Ну, что-то я думала Как-то будет Нет, нет Всем очень понравилось Но у нас вот В нашей десятке Кто прыгал По-моему, все первый раз были То есть у всех Ни у кого не было впечатлений Даже как это будет происходить Что будет То есть у всех Это были новые ощущения И да Никто не пожалел Абсолютно Девчат было больше? Ну Так 50 на 50 Да Я бы не Девчонок оказалось Даже, наверное, побольше смелых Чем парней Все равно Там, может, 60 на 40 Вот так где-то А вы бы еще раз повторили Такой же прыжок Или все-таки хочется уже Повыше, да Взять высоту? Ну Ну, если и было Ну, в принципе Я бы и такой тоже повторила Спасибо большое, Маргарита Спасибо Прекрасный опыт Надеемся, что повторите еще Как-нибудь разочек Спасибо большое Продолжаем нашу программу Вернемся в студию совсем скоро В эфире новости губернии В студии Алена Власова Здравствуйте Схема движения общественного транспорта Изменится в связи с работами На водоводе в Самаре По проспекту Масленького Троллейбус 19 маршрута Будет следовать до станции метро Московская А движение троллейбусов номер 4 и 15 Вместо улицы Мичурина Будет организовано по Московскому шоссе И улица Коммунистическая Временная схема будет действовать На этом участке до окончания ремонтных работ Проезд запрещен в Самаре в ночь на субботу На сутки перекроют улицы Куйбышева и Некрасовскую 27 июля работники торговли отметят свой профессиональный праздник Его откроет гастрономический фестиваль Ярмарка вкусов В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта По улице Куйбышева от Венцика до Льва Толстого И по улице Некрасовской от Фрунзе до Степана Разина А начиная с 6 часов вечера 26 июля до 0 часов 27 На этих же участках по улице Куйбышева от Венцика до Льва Толстого И по улице Некрасовская от Фрунзе до Степана Разина Будет запрещена стоянка автомобилей Запрет не коснется лишь спецтранспорта Полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками Городской пассажирский транспорт будет курсировать В обход зоны временного ограничения движения Подружить, разговорить, научить самостоятельности Самарская общественная организация «Жемчужинка» Проводит интенсив для детей с ограниченными возможностями здоровья В течение двух недель ежедневно ребят всесторонне развивают Под руководством педагогов Чему удивляются после таких занятий родители Узнала Светлана Стрябкова Рисовать тебе нравится, Максим? Нравится! Творческие занятия? Да! Лепить? Рисовать? Да! Максиму Малаканову, как и большинству детей с расстройствами аутистического спектра Сложно привыкнуть к новым обстоятельствам или людям Но на этих занятиях он чувствует себя свободно Выполняет задания, слушается педагогов И все это в отсутствии мамы, что само по себе достижение Аутят, как правило, обучают индивидуально Или только в присутствии родителей Организаторы отважились на принципиально иной подход Близких попросили оставить детей наедине с учителями Первый день даже отказалась уйти Я думала, что без меня он, во-первых, ничего не будет делать Просто будете сидеть или это в лучшем случае Хочешь, он будет себя очень плохо вести Но с первого же дня я увидела, что у меня ребенок намного лучше занимался без меня Поэтому далее уже в последующие дни сама уходила сюда в восстановление С ребятами работает педагог-координатор, дефектолог и логопед Для мам, пап и бабушек всегда делается фотоотчет о происходящем В течение одного занятия с детьми проводят физическую и артикуляционную гимнастику Игры на аритмизацию и запуск речи Расслабляют их с помощью музыкальных пауз Дают упражнения на сенсомоторное развитие Без внимания не остаются и родители Для них тоже организован обучающий курс Это психологические тренинги, где они могут выплеснуть свои эмоции Научиться их контролировать правильно Также это детско-родительская группа, где мы учим родителей в домашних условиях заниматься дома с детьми То есть даем цикл упражнений, рекомендации, как проводить занятия И индивидуальное консультирование для родителей Всего будет три таких группы по 15 человек Каждая занимается ежедневно в течение двух недель на территории храма трех святителей В рамках проекта также организованы мероприятия на выезде Экскурсии и детские праздники Светлана Стрибкова, Сергей Костин, Новости губернии Шесть дней, чтобы заявить о себе Именно столько остается до окончания приема заявок на третий областной конкурс Компании «Достояние губернии» Одно из главных условий попадания в список лауреатов Весомый вклад в развитие родного региона Предприниматели претендуют на победу в семи номинациях Промышленность, агропромышленный комплекс, предпринимательство, малый и средний бизнес, бренд региона, торговая марка в категории товары и народного потребления, здоровье и красота, гостеприимная губерния Организаторы конкурса, телерадиокомпания «Губерния» и общественная палата региона при поддержке правительства Самарской области В составе жюри министры и известные общественные и политические деятели Уже 1 августа эксперты приступят к оценке участников Победители получат эксклюзивное право размещать почетный знак «Достояние губернии» на своей продукции За все время проведения конкурса его удостоились 22 финалиста Скачать заявку можно на сайте телерадиокомпании «Губерния» Адрес на ваших экранах А у меня на этом пока все Больше новостей на нашем сайте Доброе утро, «Губерния»! В студии ведущая Катя Перка И Саша Кондратьев А мы продолжаем парить на высоте птичьего полета Аж голова закружилась Вот от следующих рекордов сумасшедших парашютистов точно голова кругом пойдет Итак, австриец Феликс Баунгартнер с помощью воздушного шара поднялся в капсуле на высоту почти 39 тысяч метров И с этой высоты сиганул вниз Скорость его падения достигала безумной цифры 1342 километра в час Сам он, по признанию, не смог в полной мере насладиться полетом из-за запотевшего стекла скафандра Своим поступком Феликс не только побил рекорды по высоте прыжков с парашютом Но и превысил максимальную высоту в 35 километров С ума сойти А вот выдумщики японцы, чтобы попасть в Книгу рекордов, придумали прыжок Банзай Все просто Из самолета выбрасывают сначала парашют, а следом выпадает человек Он должен догнать парашют, надеть систему и открыть купол, пока не достиг критической высоты Как тебе такая забава? То есть Банзай переводится «разбейся в лепешку»? Да, мне по душе другие развлечения Вот, например, свадьба в воздухе Такой незабываемый праздник устроила себе парочка из Благовещенска После ЗАГСа жених, невеста и гости отправились не в ресторан, а на аэродром Интересно, родители тоже с ними прыгали? Может быть, почему бы и нет Прыжкам, между прочим, все возрасты покорны Александр Гатчин из Самары, например, становился чемпионом мира по парашютному спорту среди ветеранов Его конек — это прыжки с парашютом на точность приземления 10 из 10 И на десерт прыжок британца Гэри Коннери Он первым в мире прыгнул с высоты 730 метров Без парашюта Все, что ему было необходимо для этого — специальный костюм, в котором он стал похож на белку Летяго Также пригодились и посадочная полоса из картонных коробок, которая погасила скорость 130 км в час Ну, а куда бы улетели жители губернии в таком костюме? Сейчас узнаем В Австралии В Байкал В Австралии Вдоль рек, наверное, там летать, чтобы посмотреть на природу родного края Отправилась бы в горы В горы Потому что одно дело здесь в равнине, а другое дело то, что неизвестно Я Самару люблю Не очень я такой любитель транспорта Куда-то ездить, летать, и вообще вот я тут есть, вот тут можно еще полетать В Мальдивы Очень хочу в Америке побывать А знаешь, как в этом году отпраздновали 8 марта участницы женской сборной команды Западного военного округа? Ну-ка Они совершили 8-тысячный парашютный прыжок в Петербурге из вертолета Ми-8 Прапорщик Елена Лапина, ефрейтор Наталья Андреева и рядовая Юлия Быкова имели на троих ровно 8 тысяч прыжков к тому моменту Любят циферки девчат Ну в нашей стране женщины и с парашютами вообще-то на «ты» В Коломне был установлен мировой рекорд в женском скайдайвинге 101 участница команды «Жемчужины России» собрала самую большую фигуру в истории парашютного спорта среди женщин на высоте почти 6 тысяч метров Между прочим, в самолетах помещается всего-то 20 человек, поэтому пришлось виртуозно скоординировать действия сразу пяти самолетов Ну, наши девушки и самолеты справились И Елена Мельникова тоже каждый день справляется с своей работой и поставляет нам интересные сюжеты Тематические театрализованные фотосессии по сюжетам известных произведений в рамках проекта «Театральный перформанс. Театр. Люди. Книги» запустила Самарская областная юношеская библиотека Забежав чуть вперед, организаторы делятся финальными подробностями Лучшие снимки попадут на билборды нашего города Постановки бывают не только на сцене театра, но и постановки бывают именно у фотографов Потому что любая постановка – это уже театрализация А у нас это не только постановка, но и костюмирование Потому что мы одеваем актеров, я их называю актеры Все, кто принимает участие в фотопостановках – это актеры И вот в данном случае сегодня мы проводим театрализацию на произведение Ричарда Баха «Мос через вечность» Но берем не конкретный сюжет произведения А нанизываем это произведение на актуальную проблему Проблема популярности книг, ведь именно книга – классическая книга «Мост сквозь вечность» В нашей постановке принимает участие Ирина – девушка из 70-х И Кристина – читающая представительница 21 века Для того, чтобы принять образ героя, ты должен прочитать это произведение Это самое главное Понять его внутреннее состояние Что руководствовалось им Потому что действия, поступки, поведение нужно передать Принять участие в проекте может каждый желающий А ожившие литературные персонажи обязательно обратят внимание жителей и гостей города на острые проблемы современности Елена Мельникова, Виктор Соколов, Утро губернии Продолжаем нашу программу У нас в гостях Антон Силаев – рекордсмен России по фрифлай Доброе утро Доброе утро Антон, помните свой первый прыжок с парашюту? Конечно Это было волнительно, страшно А что самое страшное? Наверное, отделение – самое страшное, самое волнительное То есть, когда выходишь первый шаг в неизвестность – это самое такое волнительное А сейчас у вас уже нет волнения перед прыжками вообще? Или все-таки какой-то маленький такой? Ну, сейчас, конечно, уже не так Бывает иногда, когда бывают перерывы, ну, там, связанные с какими-то поездками Ну, сейчас, конечно, уже таких страхов нет В нашей стране, в губернии, как развивается парашютный спорт? В частности, в фрифлай Кто фавориты? Фрифлай развивается достаточно активно Сейчас, если раньше нужно было сделать, например, 10-20 тысяч прыжков То сейчас для этого не нужно столько прыжков Потому что существуют специальные тренажеры, аэротренажеры Достаточно много сейчас их уже в России Все это достаточно хорошо развивается Мы на базе них тренируемся То есть, у нас в Самаре есть аэротруба То есть, то же самое есть и в других городах Людей, занимающихся парашютным спортом, достаточно много Для подготовки, для таких серьезных соревнований, для прыжков То есть, достаточно именно тренировочного полета То есть, именно полетать в трубе Для непосредственной работы в небе И уже такой напрыж, как раньше, там, по 10 тысяч прыжков Уже нет такой необходимости То есть, ну, люди там с тысячи прыжков уже выполняют Очень красивые фигуры Серьезные нормативы выполняют А какие вообще там нормативы есть в этом мире спорта? Мастера спорта, заслуженные мастера спорта А все зависит от сложности построения фигур? Существуют соревнования, где присваивают, соответственно, мастеров Вообще, в парашютном спорте 39 дисциплин Аэротруба тоже одна из них, в том числе Соответственно, и там, в зависимости от вида дисциплины Там свои критерии по выставлению мастеров спорта Там, кандидатов в мастера спорта и так далее Все это, естественно, делается постепенно Вот, если в парашютном спорте, соответственно Более возрастные участники, все-таки То аэротруба сейчас позволила парашютный спорт очень сильно омолодить Потому что очень много летающих детей То есть, у меня вот сын 13 лет Кстати, да, вы же тренируете сына, как проходит все это, волнуетесь за него Ну, конечно, да То есть, ну, он сейчас вот в этом году, он стал абсолютным чемпионом России По аэротрубной дисциплине Вот сейчас будем готовиться к новому чемпионату Мы ездили вот на мир недавно во Францию Он стал шестым, это очень неплохой результат Ему всего 13 лет А там какая возрастная категория? До 18 юниоры, после 18 уже взрослые А со скольки вообще самый ваш возраст? Официальное на чемпионатах мира выступление за 12 лет, в год исполнения 13 А, ну, то есть У него еще там 5 лет, если бы Запас А насколько сложно прыгать в команде? В команде сложно прыгать, потому что есть очень много моментов Особенно если команда очень большая Это все, естественно, отрабатывается на земле Чем больше команда, тем должны быть опытные участники С каждым из них отдельно проводятся тренировки и командные, и отдельные То есть собирать большие формации, особенно фрифлайные То есть фрифлай – это падение в разных плоскостях Есть, когда ты падаешь на животе, стандартная позиция при раскрытии парашюта Есть, когда ты падаешь в фрифлай, можно падать вниз головой Такие формации достаточно сложные, потому что перепад высот Перепад скоростей может быть до 200 км в час Ну, то есть, когда мы собираем большие формации и падаем вниз головой Скорость достигает до 400 км в час А невозможно отключиться в таком состоянии? Сознание потеряется из-за таких перепадов? Ну, случаи разные бывают Бывает из-за того, что такие рекордные попытки ставятся с достаточно большой высоты После 4 км кислорода мало, и мы дышим через трубочки А, то есть у вас еще специальный дыхательный Да, то есть после 4 км самолет дальше продолжает набор И мы уже начинаем дышать при помощи кислородных трубочек До 6 обычно, 6 км происходят такие прыжки То есть, чтобы времени для сбора было больше То есть, если, например, человек не будет дышать кислородом Может даже быть нормально в самолете Но при отделении были случаи, что человек просто падал на отделение И мог потерять сознание И как действовать в таких случаях? Ну, отменялся прыжок, там уже по ситуации здесь не предугадаешь Ну, при мне, слава богу, такого не было Но вот то, что рассказывали, поэтому А как вы на Земле тренируете? Собираем эти формации по секторам Полностью как отделяется То есть, сначала отделяется база из нескольких человек К ней на подход подходят остальные участники Соответственно, все то же самое мы репетируем на Земле То есть, собирается база Да, подходим, беремся за руки, собираемся Потом на определенной высоте идет разбежка То есть, обязательно при раскрытии парашюты Чтобы мы были все не в одной точке Соответственно, максимально удалились друг от друга Ну и здесь важно, так скажем, не пропустить высоту раскрытия Вообще, меняется что-то в технике прыжка, в самом парашюте? Может, какие-то новые технологии появляются? Ну, конечно, меняется Парашютов огромное количество От классических до скоростных В зависимости от заданий То есть, есть прыжки, например, на точность приземления Классический парашютист Когда парашютист прыгает в мат Посредине мата стоит небольшой диск И в нем, как копеечка такая, 2 см буквально Ему нужно ногой попасть в эту копеечку Разбег до 2 см То есть, 0 считается, значит, попал Чемпионы мира делают 10 нулей из 10 попыток Есть скоростные, например, приземления Такие парашюты, которые развивают скорость При пролете до 150 км в час То есть, его разгоняют по дуге в небе И на приземлении он выходит вдоль земли Скорость бывает очень высокая То есть, тут дальность пролета, скорость пролета То есть, тоже своя дисциплина называется свуп Почему этот экстремальный вид спорта считается самым безопасным? Ну, я думаю, что на самом деле Люди, которые занимаются действительно профессионально Очень подготовленные и морально, и физически Потому что здесь каждая ошибка Может повлечь за собой последствия Поэтому необдуманных действий здесь практически не бывает Если такие действия происходят То есть, одна ошибка, две ошибки, и все И может произойти какой-то несчастный случай Вот, поэтому люди, которые этим занимаются Очень сосредоточены, спокойны и рассудительны Поэтому риск в этом плане из-за этого снижается А как вот успокоить себя перед прыжком, например? Ну, каждый по-разному У каждого свои техники Ну, на самом деле, когда уже профессионально выступаешь Как в любом виде спорта То есть, неважно, горные лыжи или что-то еще Поначалу ты волнуешься, когда первый раз искатываешь Но потом ты думаешь только о задании То есть, есть задания при выполнении прыжка То есть, будь то групповая, будь то и одиночная То есть, соответственно, ты сосредоточен совершенно на другом Думаешь о своих действиях во время прыжка Потому что бывают разные ситуации тоже там И с отказами и так далее То есть, все это перед каждым прыжковым днем Повторяется обязательно процедура отцепки и так далее То есть, все это проговаривается Поэтому там уже не до волнений Там, как в любом спорте, ты идешь на выполнение задания То есть, к прыжкам с парашютом можно привыкнуть? Конечно, как к любому Но все-таки зависимость от адреналина существует Ну, конечно, это как сколько заниматься Если заниматься этим каждый день То, естественно, уже волнение уходит на второй план Но если прыгаешь там раз в год То понятно, что каждый раз это будет как заново Спасибо большое Очень интересно было Сыну успехов Пусть становится чемпионом Пока мы не сбежали прыгать с парашютом Давайте с Еленой Шишкиной пообщаемся Иногда родители считают, что должны любыми способами Скрывать от детей свои переживания Другие, напротив, ссорятся, плачут и выясняют отношения Не стесняясь присутствия младших членов семьи Мы спросили у психолога, какая стратегия более правильная Если это ребенок Которому 8, 10, 12, 14, 16 Процесс сепарации полностью состоялся Конечно, ребенок должен разделять все стрессы Все проблемы в семье, которые есть А вот маленький ребенок Вот обратите внимание Маленький ребенок, новорожденный, грудной Он уже умеет сидеть, он на руках у матери Мать счастливо хохочет И ребенок ротик до ушей Мать заплакала Ребенок совершенно не понимает, почему она плачет Он даже не может это сказать У него еще речи нет Но у него изменилась мимика И он тоже плачет Мать испытывает страх Ребенок испытывает страх Младших детей действительно стоит оградить от негативных переживаний Моя мама – это фундамент Это опора Это то, что меня держит в этом мире Я должен быть уверен, что она сильна Что она меня всегда защитит Пока я младенец А вот мне 6 лет Я уже мальчик И если мама правильно воспитывала Мама заплакала Мальчик уже не будет пугаться Он будет маму гладить Защищать Утешать Или девочка В 3 года Ребенок не способен понять Нельзя устраивать скандал Истерику Крик И ужас Детей как можно раньше Нужно вовлекать в решение финансовых вопросов семьи Когда 6 лет А у вас в семье нет денег А ребенок хочет А вы сядьте и расскажите Что вот у вас нет денег Ну да Вот если на самом деле Если там Кредит или еще что-то Становится причиной Как это детям 6 летним объяснить 6 летним детям объяснить 6 летние дети понимают Что такое 4 летние не понимают 3 летним объяснять вообще не нужно Это в зависимости еще от интеллектуального потенциала ребенка При этом психолог не советует сообщать детям О тонкостях отношений родителей Особенно в интимной сфере Тем более близких отношений родителей с другими людьми На сегодня все С вами был Саша Кондрать И Катя Перка Пока-пока Ну что, Саш, мне кажется Ты уже готов прыгнуть с парашютом? Не, парашют пусть сам прыгает А мне жизнь дорога Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!